привет холостяки сегодня я проверю рецепт это котлеты по-домашнему как видим ингредиенты не самые такие дефицитные очень все просто нам потребуется какой-то фаш в данном случае говяжий можно приобрести в любом магазине женщины наши бывают хотят как-то бюджет наш ну уберечь так сказать добавляя сюда всякого жира я вот как взял говяжий фарш так его и буду использовать но чтобы котлеты получились такие воздушные рыхлые мы добавим тогда еще белого хлеба туда я раньше думал что это делается для экономии именно мясного продукта а потом оказалось нет просто без употребления точнее без добавления фарш белого хлеба они очень получаются по консистенции такие плотные со временем если они уже не не первый день приготовлены уже не свежие они довольно такие такие даже жестковатые становятся хлеб он дает какую-то рыхлость такую мягкость воздушность также на потра и потребуется соль перец одна луковица одно яйцо подсолнечное масло для жарки тушения ну и вода она или молоко кто в чем любит замачивать белый хлеб я пробовал молоке и в воде особой разницы не наметил кстати наверно молоке даже у меня не очень получались получалось потом сформировать форму котлет они как-то разваливались если в молоке замачивал ну в последнее время начал сделать на воде тем более молоко все-таки денег стоит вода она бесплатная итак приступим необходимо нарезать луковицу ну кто как любит если крупно нарелась она будет тогда чувствоваться в фарше а если натереть на терке то она конечно все так перемелется что ее ощущать не будем только небольшой ну как бы лук наверно хотя может даже и вкуса не будет ну натрем его начать на терке луковицу ну и все временем зальем наш батон теплой водой пускай доходит подымается лук я буду натирать прямо фарш чистка лука это не самое лучшее что с вами может случиться доводит до слез конечно так тем временем отжимаем ну выждав минут десять пока набухнет наш хлеб отжимаем воду хорошо отжимаем оставляем буквально ну только мякоть это все и добавляем также и фарш так добавили белый хлеб добавляем когда соли немножко посолить надо поперчить котлеты можно так хорошенько проперчить и добавляем туда яйцо одно и все это теперь нужно перемешать перемешиваем и лепим все руками поэтому тут уже использование каких-то кухонных комбайнов ну как бы так не приветствуется необходимо все равно мои руки запачкаем лепя котлеты перемешав нужно хорошенько его отбить чтобы выбить жидкость какой-то 2 имеется ну и котлетам придаст какой-то упругость такой вот и более они как бы будут податливы для когда мы будем лепить уже форму поэтому не стесняемся руки туда и лепим для однородной массы можно также фарш попробовать на присутствие соли если необходимо добавить там соли перца отбиваем без фанатизма я просто шлепаю так с рук просто слегка так под подталкивая в умывальник в принципе вот добиваемся такого светло-розового оттенка попробуем на вкус еще раз наличие соли перца ну теперь можно в принципе лепить котлеты на прогретую сковороду и с добавлением подсолнечного масла приступаем жарке жарить будут с используемой такой варочной поверхности фирмы хэнкель чем она удобна что две конфорки которые находятся ближе к стене они используют для варки они как бы далеко находятся и как бы не мешают для непосредственно вот что-то жарится ближе с краю или варить кофе тут мелкая конфорка и плюс еще находятся регулировки с правой стороны они перед вами что как бы позволяет более размер широкий между конфорками удобный и плюс чугунные решетки что тоже важно они прогибаются под действием жара здесь имеется такая специальная мощная конфорка как мы видим 2 2 окружности с газовыми горелками фарша у нас много используем большую сковороду зальем масло мы слегка прогреем формируем из фарша колобки их можно также обмакивать в сухарях или в муке для придания какой-то корки ну в принципе можно и без обмативания этого использовать просто так колобки попереготовить ну вот такие получились колобки обжариваем одну сторону до получения такой золотистой корочки переворачиваем на другую кстати фарша получилось достаточно много еще немного даже осталось хотя использую большую сковороду так прошло несколько минут буквально пару минут и прошло можем уже переворачивать можно добавить немного воды и потушить в принципе они уже готовы можно доставать ну вот прошли не прошло и часа ну минут 45 я пожарил так сказать употребил весь фарш пожарился все котлеты вот они получились сколько тут порядка десяти штук котлеты и котлеты никогда не испортятся если не пригорят в принципе так вот быстренько мы приготовили ну гарниром холостяку что может послужить или вареная картошка или макароны тот же рис можно использовать можно просто съесть с хлебом принципе блюдо можно украсить какими-то свежими овощами а можно даже и маринованным огурчиком или помидорчиком прикусить с хлебушком короче приятного аппетита сейчас попробую ну в принципе котлеты как котлеты да действительно может быть чуть чуть больше соли можно было бы добавить ну все на этом всем привет вот